Италия Италия страна известная не только сицилийской мафией и традиционной кухней, но и своими легендарными автомобилями, которые пользуются большим спросом во всем мире. В одном из музеев Феррари удалось побывать и нам. Мы находимся, пожалуй, у самого главного музея в истории Феррари. Этот дом принадлежал отцу Энце Феррари. Вы видите надпись «Механическая мастерская Альфреда Феррари». Раньше здесь находился железнодорожный завод. Еще одна надпись на стене гласит, что это фамильное гнездо было продано Энце Феррари в возрасте 20 лет для того, чтобы купить свой первый гоночный автомобиль. На самом деле, именно здесь родилась легенда. Легенда Феррари. Северной Италии, недалеко от Модена, расположился городок под названием Маранелло, который стал известным всему миру благодаря заводу легендарной марки Феррари. На территории комплекса также находится штаб «Скудерия Феррари Мальборо», который представлен в «Формуле-1». Стоит отметить, что каждый сантиметр площади буквально пропитан духом марки Феррари, которая существует вот уже 82 года. Улицы, дома, многочисленные вывески напоминают туристам о том, что именно с этого места начинается история автогонок и автомобилестроения. Только 89 экземпляров в честь Пинина Форини. Сейчас, так как нет отца, мы работаем со студией с сыновьями. Что у этой машины? Во-первых, двигатель, все, как всегда, форма номер один. Она больше, она шире. Она, так как у некоторых нет возможности купить эту, сделали потом Калифорнию. С передним двигателем, чтобы сзади было чуть места и багажники. Максимальная скорость 340, но если нажать до 360, можно дойти. Феррари «Спайдер» – это пример балансировки. Инженеры разделили коробку передач и силовой агрегат. И получили 54% массы автомобиля на задней оси и 48% на передней. Это двухместное алюминиевое купе с мощным двигателем почти в 6000 кубов. Как машина, она самая-самая лучшая. Считайте, что в 2002 году только эскиз этой машины стоил 700 тысяч евро. На сегодняшний день она стоит 2,5 миллиона, если не больше. Это только 399 экземпляров. На этой машине, чтобы вы достигли 100 километров, вам нужны только 3,5 секунды. Вот на этой машине. Нажимаешь – ты уже ушел. Отчего я такая бледная? Может быть, итальянский закат. А может быть, потому, что моя карета уже подана. Очень удобно, как в карете. Но с Богом и с комсомольской правдой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не менее известна марка автомобиля Lamborghini, которая и по сей день не уступает Ferrari. Но мало кто знает историю происхождения шикарного авто. По версии, рассказанной сыном, Ferruccio Lamborghini, известно, что однажды он приехал на фабрику к Enzo Ferrari и пожаловался на сцепление в своем автомобиле Ferrari 250 GT. Enzo, приняв жалобу за оскорбление, посоветовал Lamborghini и дальше заниматься тракторами, потому что в автомобилях, а тем более спортивных, Lamborghini ничего не понимает. Телеканал «Комсомольская правда» готов рассказать вам не только о Ferrari, а я напоминаю, что мы ведем свой репортаж из Италии. Если вы обратите внимание, то сижу я на старом-старом тракторе. Кто бы мог подумать, что этот железный красавец, прапрадедушка легендарной итальянской марки Lamborghini. Lamborghini – известная итальянская компания, производящая элитные спортивные автомобили. Базируется она в небольшой деревушке около Болонии, расположенной в центре Италии. В 1963 году компанию основал 47-летний Ferruccio Lamborghini, производивший трактор. Переделывая для крестьян военную технику после Второй мировой войны, Lamborghini стала вскоре одной из самых востребованных марок автомобилей среди известных людей и коллекционеров. Страстью хозяина этого маленького частного музея являются не только старые трактора. Под одной крышей собраны самые разные автомобили. Многие из них уникальны и сохранились чуть ли не в одном экземпляре. Кроме того, здесь есть на что посмотреть. Велосипеды, мопеды, мотоциклы и самое главное – уникальные аппараты, аналогов которых сейчас не существует. Когда-то это были конкуренты знаменитой Веспы. Внутрь садился один человек, но чтобы разогнать эту конструкцию, требовалось еще пять. На них же проводились и гонки. Вот такие забавные штучки. Каждый, кто побывал в Италии, не сможет не отметить гостеприимства и доброжелательности жителей этой страны. Они с удовольствием рассказывают о своих городах. Это веселые общительные люди. Поговорив с прохожими 10 минут, вы можете многое узнать о культуре и даже спеть с ними известную итальянскую песню «Санта Лючия». А если повезет, то и прокатят с ветерком на Феррари. Ведь почувствовать настоящий итальянский драйв мечтает каждый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова